Арктика – дело каждого. Под этим девизом в Санкт-Петербурге прошел международный форум «Арктика – настоящее и будущее». Обсудить вопросы освоения и изучения арктической зоны в город Неневе съехались более 700 делегатов из 23 регионов России и 7 стран. Ненецкий округ на международной площадке представила официальная делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным. На протяжении двух дней шло обсуждение путей развития бесценного арктического резерва нашей планеты. На форуме в эти дни работала и наша съемочная группа. Россия входит в Арктику всерьез и надолго. Арктическая зона – бесценный резерв нашей планеты. Для ее развития необходимы огромные инвестиции, решения социальных вопросов, развитая логистика и экология. Еще один немаловажный фактор успешного освоения Арктики – ее изучение. Для этого с каждым годом применяется все больше новых технологий. Вот этот подводный гладер работает по принципу бумажного самолетика, то есть не требует человека для управления, работает автономно и может находиться под водой до полугода. Пилотный проект позволит мониторить подводную среду и дно океана, а также патрулировать акваторию. Первый практический образец гладера МАКа был разработан и испытан в 2012 году. Среди множества его преимуществ такие, как сверхмалая шумность, сбор и передача информации в масштабе реального времени. Таких пилотных проектов на выставке форума было представлено не меньше двух десятков. Юлия Карпавичус вместе со своими коллегами из Сибирского федерального университета привезла на форум беспилотник, который занимается съемкой в 3D-режиме. Он позволяет с помощью специальной программы переводить фотографии в трехмерную карту. А вот на экспозиции нашего региона, хоть и не было научных инновационных проектов, утропа к нему не зарастала. Стенд Ненинского округа – единственная площадка, на которой был организован телемост с шаманом. На самом деле я очень впечатлена. Я подходила к нему три раза. Первый раз, когда я подошла, он сказал все, наверное, как мы и планировались. То есть, примерно время свадьбы, примерно где жить, примерно в моем обучении. И в принципе все так есть. Пообщался с шаманом и организатор форума Артур Челенгаров. Привет, дружище! Привет, привет! Ты как, продолжаешь шаманить? Шаманить? Продолжаешь? Ну да, я приеду в марте месяц. В марте приеду, готов к чуму. Прямое включение с Ненинским чумом стало наглядным примером того, что коренным и малочисленным народом Севера, впрочем, как и всем тем, кто проживает на Севере, нужно уделять большое внимание и всячески их поддерживать. В ходе форума выступающие не раз отмечали, что главное богатство Арктики – его люди. И основная задача людей – этих удержать. Ведь с каждым годом все больше трудящихся предпочитают суровому климату арктических городов, развитые мегаполисы. Я хотел, чтобы наша дискуссия коснулась так же вопросов, как удержать людей в северных территориях и привлечь туда ногу. Только над Бавками, учитывая демокровацию угля, теперь невозможно привлечь. Надо, наверное, какие-то другие, наверное, принимать социальные поддержки, в частности, и, может быть, строить жилье, делать что-то еще для того, чтобы и наши россияне, и, может быть, иностранные граждане приезжали и работали в России. Для арктических регионов особое значение имеют вопросы развития транспортной инфраструктуры. Вдоль берегов арктической части Северо-Запада проходит Северный морской путь. Здесь располагаются два крупнейших порта западной части Российской Арктики – это Мурманск и Архангельск. Их развитие тесно связано с развитием Северного морского пути и арктической зоны в целом. Кстати говоря, в нее входит 9 регионов. И залог успешного развития Арктики – тесное сотрудничество между ними. Мы на самом деле, каждый предлагает свои конкурентные преимущества. И они у каждого региона есть. Поэтому мы сотрудничаем. Мы, кстати говоря, совсем недавно стали себя осознавать арктической зоной. Это совершенно новое ощущение. Каждый регион должен предложить что-то особенное. Одна из конкурентных особенностей в Ниньинском округе нефтедобыча. Кстати, за счет недропользователей в какой-то мере можно будет поднять экономику страны. Об этом не раз заявляли участники форума. Поэтому развивать месторождение и сотрудничать с нефтью и газодобывающими компаниями – одно из направлений работы в арктических субъектах. Ниньинский округ тут не исключение. Участие, являющейся перспективными с точки зрения добычи водородов, составляет свыше 120 тысяч километров километров. Извлекаемые запасы нефти более 1 миллиарда. Запасы свободного газа более 520 миллиардов кубометров. Плюс огромнейшие запасы на шельфе. Платформа «Приразломность», которая для основной нефти сгрузила уже более 1 миллиона баррелей нефти, находится всего в 55 километрах от наших берегов. Все эти цифры, исчисляющиеся миллиардами тонн углодородов, условно отрывают перед округом большие возможности. Но вместе с тем мы не забываем, что всякая возможность одновременно накладывает на нас колоссальную сеть ответственности. Могу с уверенностью заявить, что Ниньинский округ готов к выполнению задач, которые стоят перед северными территориями государства. К этим задачам относятся освоение природных ресурсов, решение социально-экономических проблем, развитие логистики и энергетики, экологическая безопасность и сохранение культурно-исторического наследия народов севера. Чтобы курс, заданный государством, выполнялся эффективно и качественно, необходима и такая составляющая, как международное сотрудничество. Этот тезис неоднократно прозвучал в ходе форума и был поддержан организатором международной встречи Артуром Николаевичем Челенгаровым. В ходе форума также отметили, что все региональные задачи должны быть увязаны в единую систему на уровне страны. Приоритеты по развитию Арктики должно расставлять государство. Для этого участники форума предложили создать полярную комиссию. Это решение, как и все другие принятые в ходе форума, внесли в проект резолюции, которую подписали по окончанию встречи. Резолюцию с предложениями и рекомендациями по совершенствованию законодательства и госрегулированию в сфере устойчивого развития Арктики направят в органы власти России.